Сегодня у вас особый день и особый период со всех сторон. Во-первых, сегодня десятое ТВТ. День особый. День, когда началась Ада Иерусалима. Это в наших книгах. День, когда началось разрушение храма. Поэтому многих, некоторых решенным считают, что если бы выпало десятое ТВТ в шаббат, то надо было поститься и в шаббат. Объясняют Хатам Сафер, что это день суда на будущее. Будет ли построить заново его соревнования, не будет. Это особый день. Кроме того, в общем-то, я сейчас приехал с... Сегодня мы отмечаем первый юрцидного учитель Адамой Шапира. Он шел от нас год назад с десятого ТВТ. Я сейчас приехал из Бейта-Мидоршева, где там выступали большие люди. И, конечно, кто-то был с ним знаком, для него это тоже особый день. Кроме того, мы еще, мягко говоря, не очухались. Кто-то понимает, что происходит. От ухода от нас, нашего великого учителя, раба Ревштеймана. Я бы хотел показать здесь о некоторых вещах, которые связаны одно с другим. Все эти вещи очень связаны одно с другим. Когда мы говорим о разрушении храма, то известно, что Винский Гаон назвал разрушение храма Смертью еврейского народа. Всевышнее присутствие шхины среди нас – это присутствие души в теле. Орешение храма с уходом шхины от нас. Душа нас заставила. Стало сказать, что тело без души – это есть смерть. Начало этой смерти началось с 10-го ТВТ. Когда мы говорим о ходе от нас, величайших мудрецов и праведников, то мы знаем, что у нас среди серий постов, с травмных постов в чине года – это 10-е ТВТ, это 17-е Томуза, это 9-е Ава и Сом Гедалия, пост Гедалия, 3-го ТВТ, 3-го ТВТ. Почему? Глядишь мудрецы, что так как равноценна смерть праведников в совершении храма. Есть место у пророка Ишаяу, 29-я глава, стихи 13-14, надо дальше посмотреть. Там говорится, что Раша напишет, что уход от нас, великих вторых, сказано, в обдух хохмас хохомов, и пропала мудрость и его мудрецов, вместо мудрецов нашего народа. Раша пишет об этом. Мы сняли эти стихи, сейчас не время их разбирать, но кто-то хочет сам разобраться. Откроет Ишаяу, 29-ю главу, 12-14 стихи, вдумается, что написано, и в Раши. Раши говорит это очень четкую вещь, что для нас, уход от нас великих мудрецов вторых, это больше удар, больше удар, чем разрушение храма и все проклятия, которые написаны в книге дворим. Он Раши доказывает в своих стихах об этих. Наша проблема в том, объясню это очень таким живым примером. Когда мы еще это рано изучали Масахатхулин, законы, связанные с шхитой, скота, сейчас, возможно, к трифот, то есть то, что запрещает животное в еду. И для демонстрации всего, когда мы кончили его Сахатхулин, то пригласили очень хорошего Шойхета, Резника. Он приехал на крышу Ишивы такой молодой овечкой и завязывал ее при нас. И потом уже показал нам все детали, которые там есть. Там есть одна маленькая деталь, которая нам сказал. Когда он сделал шхиту, он сказал такую вещь. А эта овечка еще не почувствовала, она почувствовала просто, как будто кто-то ее поцарапал на шее. Она почувствовала через пару минут. У меня есть ощущение, когда от нас уходят величайшие светощи Торы, что мы как та самая овечка, которая не понимает, что с ним происходит. Не понимает. Мы не раз говорили об этом. То, что пишет Раши в начале главы в Ейце, в Ейце, якова Берешева, в Эле Харону, вышел Яков из Берешева и пошел в Харан. Зачем говорит, что то и другое, то, что ушел в Харан, то точно вышел из Берешева. Раши говорит, что в Ейце, якова Берешева, надо обучить нас, что выход праведника оставляет след. То, что все достоинства города его оставили. Паназева, Панадра, ушло Виколепие города, все ушло. И это очень интересно. Яков ушел, но там оставались Исхак, оставалась Ривка. Он не оставил, так сказать, после себя пустое место, скажем так. Но все при этом, Панадра, Паназева, ушло Виколепие. Потому что каждый великий праведник, каждый великий в Торе, то есть свой свет, когда он спускает в этот мир, когда он уходит из этого мира, этот свет уходит. Потому что есть другие праведники, другие мудрецы, то то, что ушло, ушло. И чем подобно уход праведников со совершением храма тем, что праведник – это место присутствия Ишхины. И когда от них нас уходит, то присутствие Ишхины нас тоже оставляет. И я сюда не пришел, чтобы вас просто так огорчать. Тем более привести себя и других в уныние, в отчаяние, в депрессию – это совершенно не мое дело это сделать. Я хочу, чтобы мы задумались, что произошло, и немножко надо обратить внимание. Я хочу немножко объяснить. Есть такое понятие на святом языке «Итурерут». «Итурерут» – это буквально пробуждение. Что такое «Итурерут» – пробуждение? Об этом пишет Рамбом «Балахот шофар». Он говорит, что так как завидь шофара. Хотя завидь шофара – это вещь, которая является хок. Это не вещь, постигаемая разумом. В чем, так сказать, смысл шофара. Но при всем при этом есть вещь, понимаемая тоже. Как бы шофар – это намек нам проснуться. Человек спит. Отдается трубный звук в городе. Он извещает, что приходят враги. Все вскакивают с кровати. Знаете, наша проблема в том… Мы живем в этом мире. Мы спим часто, даже не просто спим, а спим в состоянии литургического сна. То есть наши души очень спят, спят. Не припробуждаются. Занимаемся многими разными делами. Делами этого мира. Но истинной жизнью, от истины жизни существуют очень-очень далеки. Иногда, когда человек в состоянии близком к смерти, у него остановилось сердце. Есть такой способ. Способ вернуть к жизни – это электрический шок. Шок. Нам надо немножко пробудить себя к жизни. Ну, казалось бы, причем будет шок. Ну, ушли. Большие правильники. А мы еще первых были. У нас было больше восьмидесяти. У нас было 104 года. Ну, люди живут, ходят. Таков путь земли. Одна, конечно, вещь, которая уходит, которая у нас и не остается. Ну, когда… Что я имею в виду? У великих правильников есть… Великие правильники, вот эта цитара, называется «пторе эйне и раида». Вот они глаза общины. Они, как место присутствия шхины, эти правильники, как некоторая особая целостность человека в этом мире, они незаменимы. Когда это от нас уходит, нас уходит, то мы теряем очень много. Мы теряем тот пример, тот пример, как вообще может и должен выглядеть человек, называется «целыми руками». А когда у нас этого примера нету, когда мы не видим истинное величие человека, то мы погрязаем и дальше в литургический сон этого мира. Но когда, действительно, уходят от нас великие правильники, нам надо постараться себя пробудить, просто увидеть. Что увидеть? Я объясню, что увидеть. Мы все знаем русское выражение «ничто человеческое ему не чуждо». Что оно напоминает? Если перевести это на точный смысл этого выражения, «ничто скотское ему не чуждо». То есть означает, это мир человеческих слабостей. Но не это передать человека как целом уроке, не его слабости, а то, что действительно он выше этого мира, то, в чем он возвышается над всем тем, что называется «ничто человеческое ему не чуждо». И когда от нас уходят великие люди, надо просто увидеть, постараться нашим скудным постижением, увидеть, почувствовать то величие, которое у них было, величие ценности, величие человеческих достоинств, человеческих достоинств, которые от нас уходят, и постараться, увидев этот свет, постараться прилепиться к нему, постараться что-то взять себе, взять себе, чтобы это величие не полностью умерло с праведником. Известно очень от имени Риона Танайбышица в книге «Я род ваш», что когда уходят великие мудрецы и праведники, то можно что-то из их величия обрести. Надо над этим работать. Надо попытаться в это вникнуть, узнать, поинтересоваться, в чем, как они жили, что они жили. И, понимаете, давайте скажем так, я не буду сейчас… Я не полный, уволешенный, думаю, что мы сейчас можем, действительно, обрести достоинство Рома Шапира в целом, и Андрея Штеймана. Это действительно были люди… Ну, для нашего поколения это были ангелы, а не люди. Но что-то, что мы да можем, то, что нас да касается, то надо вдуматься в эти вещи, пытаться разобраться в этом. Я хочу тут, можно коснуться здесь, нескольких вещей. И начну просто к отношению к жизни. Отношению к жизни. Я вам скажу, уже сказал один из близких, Абан Лейб Штеймана, когда он шел к нему уже в каноне Ям Кипура. В каноне Ям Кипура. Абан Лейб полуезжал и погружал в книгу Миссат Ишари. Он спросил гостя, скажем, в мире грядущем есть красивые деревья. Он не помню, что он говорит. Тогда Абан Лейб сказал ему, что есть в мире грядущем. Говорит, там нет гордыни, нет высокомерия, нет зависти. Нет там ни всех мерзких духовных качествах, которые есть в этом мире. Какое-то хорошее место. Нет ни этого, ни этого, ни этого. Я думаю, что вы уже видели, мы запечатали братья Цхак, его удивительное завещание, которое действительно потрясает. Это удивительное сочетание, которое в нем было. Я помню хорошо, что когда я первый раз был в Горобове Рейбе, из-за отца Николыша Левроха, мы поехали к нему вместе с Бельсином Зильбером, это было 27 лет тому назад. Простите им какие-то актуальные вопросы в государственной русскоязычной общине. И он был человек очень спокойным, очень равновешенным. Он развешивал каждое слово. Ну, из всех случаев, которые я с ним встречался, видел его. Видел, что иногда в нем прорывается, тоже спокойно, но прорывается огонь души. Огонь души больше, чем обычно. И он заговорил с нами о том, что мы занимаемся с учениками. Требуется в первую очередь, чтобы помочь им быть благобоязненными. Благобоязненными. А потом уже, чтобы они были глубоко понимающими в Талвуде. Я думаю про себя. Это очень хорошо, когда есть раб, в котором есть достоинство. То есть раба этих достоинств нету. Как он может научить своих учеников благобоязненности. Может быть, немножко может, если будет вместе с ними учить мусар. Да так, может быть, может. Его благобоязненность, она поразительна. Известна была поразительна. А что он пишет себе в завещание, чтобы в нем не говорили, что он был человеком благобоязненным. Чтобы он не стыдился в мире истины. Что такое? Что такое? Хочу тебе вещь немножко объяснить. И я хочу у тебя всех просто поговорить, чтобы немножко поняли, что насколько нам этого не хватает. Это основа всего, сути человека, благобоязненности. Сколько нам надо пытаться где-то что-то для себя урывать. Известно, что Барон Лей в детстве. Он рос в Бриске, потому что у нас сегодня Брест. По близким соседям. Его вообще был очень вхож в дом нашего века учителя Рава из Бриска, Агриза. Агриза был известен уникальной благобоязненностью. То есть его считали человеком очень нервным. Хотя он таким совершенно не был. Он постоянно опасался, что он что-то неполноценно исполняет. Что он что-то неправильно делает. Он пытался это исправить. Но я просто беру пример, который доказывает, что он совершенно не был человеком нервным. Есть удивительная история про него. Когда Агриза попал в начале Второй мировой войны своим старшим сыном, осужденную в Варшаву, то нацисты и нахрешмам Вазиховым, истерился их память и беспощадно бомбили город. В Варшаве квартал за кварталом. Гибли там тысячи людей. Там был вопрос в Варшаве. Идти ли в бомбоубежище и потом проснуться в живой могиле под разрушенным зданием. Или оставаться на месте и рисковать, что надо бомбой свалиться. Вот что делал Равис Бриско? Знаете, спать там было невозможно. Я еще помню очень хорошо, когда 27 лет назад почти, в первой войне Персидского залива, и у Суи были тревоги по ночам. И тут у него не пала ни одна ракета. Но тот факт, что, может быть, тревога уже не давала заснуть. Тот факт, что, может быть, будет тревога. Но причина не заснуть. Так вот, а Гриз в Варшаве, он ложился вечером спать и засыпал, как ребенок при маме. Как будто бы в самом спокойном месте, будто бы совершенно вещи не касаются. Вот спросили люди, кого-то Рав, как это такое может быть? Рав известен как человек очень нервный, неспокойный, человек, который всегда волнуется. А тут Рав идет спать, как это такое может быть? А Гриз сказал очень просто. Когда я могу, когда я могу что-то сделать, я этого не делаю, я поставлю, что я ведусь неправильно по Торе. А тут мне совершенно нечего делать. Нечего делать. Так это проблема не моя. Всевышний Варик, я иду спокойно спать. Это легко сказать. Легко сказать. Ну, вопрос просто, я хочу предъявить, кто был, немножко заглянуть через щелочью, кто был этот человек. И, ну, когда вещи от него, да, зависели, тогда действительно Гриз волновался, беспокоился. И дай Бог не нарушить волю Творца. Я хочу немножко понять. Я вам советую открыть главу книги Месятой Ширимы. Называется, это вот конец книги. Главой называется, вот такой очень высокий уровень называется Иратхет. Боязнь греха. Не просто богобоязненность. Именно боязнь греха. Вот то, что написано на Месятой Шириме, поэтому это очень вписывается в картину, как как жила Гриз. Вот когда наш учитель Робарон Лейб с детства и в юности, до того, как он бежал в Швейцарию, он видел Гриз, он видел, что такое истинная богобоязненность. Понятно, что когда… Я просто не понимаю, что такое было богоязненность Гриза. А Гриз, как-то спросил его один из его… Один из тех, кто приходил к нему в дом, почему Роб всегда все-таки опасается? Опасается. Почему? Роб всегда все-таки делает все правильно и хорошо. Вообще на каждый день заново опасаться, что будет что-то не то. Почему? Ну, а Гриз спросил его, ты лежишь на кровати… не на пол в комнате, а над над обрывом. Ты пойдешь спать туда спокойно. Ты же обычно не падаешь. Ты там заснешь или нет? Или потребуешься сделать бродюрчик? Нет. Не засну. Не засну. Ты же не падаешь. Но все равно… А вдруг… Подумал. Сказал Могрис, что для себя богоязненность – это как упасть с кровати на пол, а для меня – как упасть с кровати в пропасть. Поэтому я волнуюсь. Когда… Когда видят такого человека, когда видят такого человека, то видят, что такое богоязненность, тогда можно при всех достоинствах богоязненности своих написать завещание, чтобы меня не называли человеком богоязненным. Понимаете, я говорю о вещах, которые настолько далеки от меня, к сожалению, что это… Ну, хотя бы поднять эту тему, чтобы у нас пробудить себя к боязни Всевышнего. Страх наружить его волю. Есть… Понимаете, мы боимся очень многих вещей. Боимся конкурентов. Боимся… какой-нибудь наш начальник нас плохо посмотрит. Боимся этого. Мы живем в страхе перед манкротством, перед проблемами финансовыми. Мы боимся террористов, боимся болезней. Сколько людей находится в постоянном страхе болезней? Сколько людей живут в постоянном страхе остаться без заработка? Сколько? Думаю, что их очень много. На самом деле, есть… Единственная причина для страха. Все в мире имеет источник Всевышний. Как в лучшую, так и в худшую. И худшее тоже к лучшему. Так зачем бояться палок? А бояться, тот палку уже держит. Собака, когда бьют палку, она кусает палку. Нам надо бояться источника нашей жизни. И жить первой воли. Знаете… Если бы мы просто сумели собрать вместе в нас все наши страхи, которые у нас есть. И, ну, пусть люди не думают, что у них нет страхов. У них есть страхи. Иногда просто не хочет такая благополучная жизнь. Им кажется, что они нечего бояться. Ну, что-то что-то в жизни меняется. Что-то вдруг какая-то… Ну, деталь их жизни изменяет так, чтобы… Изменяет так, чтобы… У нас есть некоторая неустойчивость. Неустойчивость. Сразу появляется страх. Страх. И… Надо представить себе, каждому из нас. Что все, что есть у нас в мире, хорошее для Всевышнего. Оно может быть, а может и не быть. Если мы недавно будем приговаривать к чему-то другому. Весит от того, исполняемая воля его и неисполняемая его воля. И вот тогда мы можем расстроиться, бояться от этой воли отойти. Хочу коснуться еще одной особенной темы, которая тоже отличала наш учитель Армалей Бештеймена как удивительное сочетание двух качеств. И качества вместе очень трудно сочетаются. Это предельная анова. Что такое анова? Это слово… Такого слова нет на русском языке практически. Ну, этот перевод как скромность – это не точный перевод. Анова – это самоуниженность, это самое лучшее, что могу придумать. Считать, что я сам по себе… Ничто. Ничто. Это не просто отсутствие гордыни. Это противоположность гордыни. Эти вещи просто поймем. Что такое качество… То, что мы просим Всевышнего ежедневно. Что наша душа была как пыль. Как пыль. Человек… Может, по мановению его руки… Помню, очень хорошо. Четыре года назад была демонстрация Миллиона против призыва… Против закона о призыве… Насильственном призыве… И шиботника в армию. Было четыре года назад. Почти. Немножко меньше. Первое даро это было. Как это произошло? Когда даро сообщили об Орлееве о том, что принял такой закон, Скоро надо сделать то-то, то-то и то-то. Скоро надо сделать, так это произошло. То есть, реально, весь еврейский праведный мир… Причем, буквально, почти все… И Ашкен-Азим, и Хасиды, и Сфарадим… Все… То есть, буквально, считали его… У них не было своих раввинов, есть и были, но считали, что он высшая инстанция. И этот человек пишет про себя в своем завещании, что, пожалуйста, не называйте меня… Детей моих именем. Как и во мне, многие ошибаются. Пожалуйста, обходите меня только из самых простых людей. Никаких петлов не пишите на могиле. Все самое простое, самое простое. Скал, по-моему, адмур из Вижницы. Он говорит… Он говорит… А мистер Ройер не ошибается. Он не ошибается. Не ошибается. Это с одной стороны, а с другой стороны… Огромное ощущение ответственности за все, что происходит вокруг. Я объясню вам, в чем проблема. Человек думает во себя, что человек маленький. Естественно, для него это… Уйти, естественно, если человек маленький. Человек маленький. Человек маленький. С меня взятки гладки. Я взятки гладки. Я взятки гладки. Человек, которым наполняется… гордыней, высокомерием. Это может очень подвигнуть его. Я ответственен за что-то, потому что он человек важный, великий и т.д. и т.п. Как он должен это делать? То… Это подобает ему величеству. Или величество обязывает каких-то вещам, которые… Человек защищает себя… Потому что он говорит каждый день, что ему нравится «осиновщика афартия». Что наша… Это очень… Это трудно совместимо приять на себя в великой ответственности. Однако это возможно. Пример этому… Самый великий пример, конечно, это был Мушер Абейн. Мушер Абейн. Сказано, что был «Анавм и Курадам». Самый уничтоженный из всех людей на земле. Так Тора, они свидетельствуют о нем. Поэтому у него была ответственность и величие. Он ввел наш народ. Он спустил наш народу Тору. Он брался с… Тем, кто мы отходили от Торы, не спускал ему, уничтожил святого тельца. Он не был… То, что называется… Ну что, сменялись взяткой грядкой. Наоборот. Есть уникальное сочетание двух качеств. С одной стороны, «Медатанава» «Посовершенствие». А с другой стороны, есть слова в Невиим. Он сказал, по-моему, про Ацария Ишияу. Если я правильно помню. «В Игба» либо «Вадарка Ишим». Он больше возвысил свое сердце по теме Творца. То есть… Взял на себя ответственность. На все, что его касается. То есть… С одной стороны, мне не полагается подсчет. Я делаю только то, что мне положено. А с другой стороны, он понимает, что он сегодня адрес для всех проблем народа Израиля. Поэтому несет на себя ответственность за это. Ответственность за это. Понимаете, это легко говорить. Но в нашей жизни, если мы немножко вдумаемся в самих себя, то мы увидим, что у нас обычно есть печень противоположная. Что касается ответственности. Для себя ответственность за что-то. Даже за самих себя. Мы от этого бежим как от огня. Что касается почета. Тут… Тут… Не знаю, кто-то его заденет. То есть мы возвышаем свое «Я», принижаем наше «Вигба львы даркаешэм». Бутя все вышли, мы маленькие люди. У нас жатки гладкие. И скоро напечатаем нашу замечательную статью Рабхайму Шмуревичу о чувстве ответственности. Очень важная статья. Рабхайму Шмуревич сам по себе был примером великого чувства ответственности. Он напишет, что тут люди убегают от ответственности постоянно. Т.е. есть что-то в современном мире, это же мое добавление, такое понятие есть в современном мире, «Кид-Алт». Слышал такое понятие? «Кид-Алт». Это слово «кид» – ребенок, «Алт» – взрослый, пожилой. И современное поколение, они остаются детьми до очень взрослого возраста. Ну, может быть, инфарктивно. Это больше просто инфарктивно. Нет, это не эта вещь. Я объясню, что имеется в виду. Они могут быть людьми очень развитыми, способными. Много еще делать, что отсутствует. Одна вещь – ответственность. 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 Они играют в игры. В игры. Они не готовы к ответственности. Поэтому они не женятся. Как? Я взялся ответственность за кого-то? Ну, зачем? Зачем? Ну, есть известная вещь, что в этом поколении, в мире, внееврейском, люди часто не женятся. Почему? Надо ответственность за кого-то. Мне детей. Надо кормить. Это ответственность. Ответственности нет. Лучше без этого. Лучше без ответственности. Вот есть… Как же спросил свою дочь, чем, что отличается… Я тогда была двенадцать с половиной, тринадцать лет. Что отличает ребенка до бармитцев и после бармитцев. Она подумала недолго. Сказала четко очень – чувство ответственности. Чувство ответственности. Чувство ответственности. И так далее. И так далее.